Всем привет! Я сейчас на работе, сегодня детей нет, потому что воды не будет в 9 часов и мы сейчас убираемся. Тут нечего снимать, я пыль протерла, сейчас буду пылесосить, потом поломыть и все. Ребят, всем привет, всем доброе утро. Доброе утро. Я сейчас иду на работу, заговорился аж. Погодка вообще какая-то странная. Снег шел до этого, сейчас уже перестал вроде идти и все тает. Вообще странная погода. Ну как бы я знаю, что весной и осень такой бывает, там снег идет, а вроде как все тает. Ну блин, ну это так противно и так мерзко, когда на тебя падает этот уже полурастаявший мокрый снег, он в лицо тебя бьет, он уже начинает таять и такой. А еще и под ногами вот это все, это ужас какой. И ходить вообще невозможно. То ли лед, блин, под ногами, то ли снег, хрен поймешь, еще лужи повсюду. Еще, блин, новую обувь, она очень сильно натирает, блин, пятку, это вообще ужас какой. Терпеть не могу. Новую обувь только поэтому, блин. И из-за этого я не люблю покупать обувь. Потому что, блин, ну вот купишь ее и две недели ходишь, расхаживаешь ее и натираешь себе мозоли во всех местах, в которых они не могут вообще натереться. Короче, я жду, когда обувь разносится и будет нормальной. Вот. Опять я записывать не могу, потому что здесь парковка. Слишком много людей. Вчерашний влог получился бы чуть длиннее и чуть интереснее, потому что Алия записывала видео, и она записывала очень много видео, там 4 что ли штуки. И, ну, длинные в смысле видео она записывала, там по 4 минуты. Вот. Я думаю, что она интересные вещи рассказывала. По-любому она рассказала про Капитана Марвел, поэтому кто вчера влог смотрел и услышал такое слово, типа... Алия сказала про Капитана Марвел, наверное, но она ничего не говорила. Она говорила, просто это не попало в влог, потому что проблемы с звуком были. То есть она рот открывает, а звука никакого нет. И сегодня она будет пробовать записывать видео без микрофона, то есть без наушников, на встроенный микрофон телефона. Но, как вы знаете, у нее он тоже вообще ужасно работает. Он то звук записывает, то не записывает. Ну, мы постараемся что-нибудь сделать, там, может быть, как-то вырезать части, прибавлять звук, убавлять звук. Это, конечно, будет ужасный колхоз, ужасно все это будет выглядеть и слышно. Ну, ребят, пока что так. У нас пока нет возможности и на ремонт телефон сдать, и новый взять тоже. А другой микрофон, либо другие наушники покупать, ну, это, блин, тоже дорого. Например, айфоновские наушники, такие же оригинальные, стоят 2,5 тысячи. Вот. А другие какие-нибудь наушники, которые, допустим, втыкаются внутрь, внутриканальные. Ну, блин, их нужно ходить и выбирать, а с микрофоном их очень сложно выбрать, потому что либо звук в наушниках будет хреново, либо микрофон будет хреново записывать. В общем, я остановился, и, блин, мне уже пора чуть-чуть поторопиться. Я уже дошел почти, только здесь везде лужи, я не знаю, как все это обойти. Итак, сейчас я мою инвентарь. Вот эти вот обручи, я протираю их. Еще я помою вот эти вот мячи, я так просто, как, опять. Тут их так много. Ух, задолбалась. Угадайте, что я делаю сейчас. Меня отправили в магазин за пирогами. А я без понятия, я нашла магнит, сейчас иду вниз. Думаю, найду пекарню, а ли я в поисках пекарни. Круто. Я даже не знаю, куда я иду. Супер. Я не знаю, где находится это. Мне сказали вниз идти. Меня, наверное, плохо слышно, потому что здесь ездят машины. И я сейчас иду домой, наконец-то. Мы все убрались. Но я самая первая ушла домой, они там еще остались. Вот. Я так устала убираться. У меня уже пальцы болят от воды. Я уже доехала до дома, я уже переоделась. Одела очки, потому что в них мне проще. Думаю, что, блин, если ты ходить дома, смысл? Вот. И, знаете, у меня для вас новость. Она неожиданная, эта новость, потому что я этого не ожидала. Но я думала, что это когда-нибудь случится, но не так скоро. Завтра, в общем, как вы знаете, у меня был миносмотр. Только половина наших сотрудников прошли. Завтра другая половина пойдет проходить миносмотр. И поэтому я завтра буду воспитателем, а не музыкальным руководителем. Я буду воспитателем средней группы. Я вообще без понятий, как я буду. Ну ладно, хоть до обеда только, но все равно. Я не представляю, просто себя вроде воспитателя. Я понимаю, что я и так и так педагог, но я же не постоянно с ними нахожусь. Ладно, хоть не малыши. Или старшие. Малыши это вообще. Просто я померла. У меня на музыкальном занятии-то уже не очень становится. Когда они еще все в сборе, там 20-23 человека. Приходят малыши, это просто капец. А сидеть с ними? Ладно, средняя хоть. Середина всего. Золотая середина. Как говорят же. Ребят, вот я и пришел домой. Только что зашел, переоделся. Я сразу одел футбол, чтобы вы потом не парились, что я там голый хожу. Вот. Ну, короче, я пришел домой. На улице невозможно записывать. Там очень сильный ветер. Там опять рукой за кадром машину. В смысле, вне камеры. Там очень сильный ветер. Там идет снег, все в лицо. Я шел с капюшоном, и то все в лицо попадало. Я думаю, что слышно не было бы вообще. Все транспорты забиты. Битком просто невозможно было. В метро столько народу. Я, наверное, в выходные дни только столько видел. Точнее, перед праздниками столько только. Либо после праздников столько народу было. Ну, это вообще жесть какая-то. Столько народу. Это жесть. Я просто столько раз и повторил. Столько народу, столько раз и повторил. Вот. Блин, я, короче, дома. Сейчас мы что будем делать? Сейчас или я часик до полтора, что ли, она сказала, поспала. После этого мы, наверное, что-нибудь поделаем. Наверное, что-нибудь приготовим. Сегодня, наверное, ничего такого особого готовить не будем, да? А что ты хочешь? Не знаю. Я думал, что-нибудь пельмешки, например. Что-нибудь такое простенькое. Неохота ничего париться там. Картошку жарить. Курочку. Или хочешь курочку с картошкой? Я, по-моему, готовлю. А ты готовить хочешь? Да. Значит, пельмешки сварим, потому что я тоже особо готовить ничего не хочу. Вообще делать, на самом деле, ничего не хочется. Еще начальник сегодня сказал, ну, когда я уходил, его везде не было, он только вечером пришел. Начальник сказал, что завтра мы, короче, поедем за тренажерами. Кто вот не знает, на прошлой, вроде, неделе, да, или позапрошлой. На позапрошлой, вроде, неделе. Хотя нет, на прошлой неделе мы ездили на пробную сборку тренажеров. И после этого наши тренажеры отвезли на покраску. Тоже я отвалил их. Вот. И мы их завтра, видимо, забираем. С покрасочной там все это разберемся. И начнем, наверное, красить, что ли. Ой, красить, говорю, собирать уже, чтобы они стояли собранные в собранном виде. Только я, конечно, понять не могу. Там очень много тренажеров. Как бы там еще два огромных тренажера. Они прям объемные. Я не знаю, где там все это уместить. Если вот вы видели во влогах, какой там склад. Вот цех вот этот под офисом. Где обычно темно. Вот. Там места не особо много. И высота, по-моему, не такая уж и большая, чтобы поместить два вот этих больших кроссовера. Не знаю, как там все это уместить. Как там все это получится. Но будет видно, завтра, наверное, уже начнут собирать. Начнем собирать. Там, как начальник сказал, под... Как там, под моим наблюдением будут собираться. То есть я там тоже буду участвовать. Я там тоже буду стоять, помогать, собирать эти тренажеры. Вот. Маленькие ты тренажеры, хрен с ними. Там их собрал, в какой-нибудь угол сунул. Не проблема. А вот большие кроссоверы, вот это проблема. Алия, ты смотрел видео, которое я тебе скинул? А ты записывала видео? Ладно. Надеюсь, у нее со звуком все в порядке. Надеюсь, не придется там что-нибудь доозвучивать, либо что-то перезаписывать, либо еще что-то. Не очень хочется этим всем заниматься. Так что, если у нее какие-то косяки со звуком будут... Скорее всего, как и во вчерашнем влоге, я вставлю просто черную картинку с бегущим текстом, что... Косяк со звуком, извините. Ну, просто у нас сейчас вот реально так нет возможности как-то это исправить. Если кто-то сейчас начнет умничать в комментариях, особенно вот Бадр Хадра начнет умничать то, что... Возьмите и подключите микрофон. Попробуй, купи айфон и вкупи петличный микрофон простой, и ваткни его в айфон. Не будет работать. Попробуй, возьми, купи наушники какие-нибудь. Вот даже за 400 рублей, за 800 или за 1000 рублей возьми наушники. Такие зенхайзеры какие-нибудь офигевшие, такие очень суперские. Микрофон у них не будет такой же, как и в айфоновских наушниках. А сами айфоновские оригинальные наушники, они слишком дорогие, чтобы мы просто могли взять их и вот так вот пойти купить. Вот. Ну, как бы, не слишком уж дорогие, там, 2500, как бы, не так уж и дорого, в принципе, но это нам сейчас не по силам, короче. У нас сейчас немножко другие планы, у нас сейчас немножко другие затраты. Вот. А по-другому решить проблему с этим звуком невозможно, потому что если сдавать сам телефон на ремонт, то уйдет... Во-первых, уйдет время на ремонт телефона, а взамен телефон точно не дадут. Это во-первых. Во-вторых, сам ремонт тоже обойдется в такую же сумму. То есть, 2500-3000 это минимум. Вот. Алия говорит, что нахрен нужно его ремонтировать, проще его продать и купить новый. Да, проще продать и купить новый. Алия говорит, даже не продать, а выкинуть. Но купить-то его купят, а вот мы просто не сможем еще один такой же купить пока что. Чуть позже, возможно, сможем. Но сейчас мы не будем про это говорить. В общем, пять минут протрындел. Я сейчас пойду немножко тоже полежу, отдохну. Около Алии Алия говорит. И потом пойдем уже готовить всякие перемешки, там все-таки всякое такое. схожу в душ, потому что Алия вчера была в душе, а я сегодня буду. Че? А ты просто глупо, что ли? Ну ладно, значит, возможно, пойдем в душ. Вот. И что-нибудь поделаем. Может, сегодня ничего не запишем. Может быть. Вот. Дальше смотрим. Короче, дальше смотрим. Вот там где-то. Наши планы немножко изменились. Короче, знаете, что решили сделать? Мы решили приготовить пюрешку, которое нам передали же родители. Одну из них, короче, приготовить. Вот из этого пакетика. Алии папа или мама передал, да? Маму. Мама, Алия передала. А, да. Вот, мы, короче, сейчас приготовим одну из них. Но пельмени мы все равно приготовим, потому что мне что-нибудь нужно будет завтра на работу взять и завтра вечером вообще покушать после работы, чтобы не нужно было там готовить ничего. А во время того, пока все это будет готовиться, мы, знаете, что будем делать? Смотреть. Чем мы будем? Смотреть. Чуть не упал. Шрек 2. Шрек 2. Вот это у меня останется. Я потом ее съем. Потому что здесь есть эти грибочки. Ладно. А сейчас это все? Ты можешь вообще одну готовить. Почему? Сама съешь. Какие? Я бы тебе берет, сделаю хлебом. Ты хочешь жир, ты? А что ты все? Ну, тебе, тебе. Тебе же есть не надо, что ли? Надо. Ну, чтоб тебе больше досталось. Ты же худенькая у нас. А я-то вон как кожурок. Смотри, как сиська трясется, когда живот трясешь, смотри. А то у меня так не трясется, как-то трясется. Ну, у тебя сиськи есть, а у меня-то нет. Короче, телефон ставлю на зарядку, потому что он сейчас сдохнет. Вот. Ну, и не знаю, что даже вообще записывать. Есть ли смысл? Что там записывать вообще? Не особо интересно. Чуть не сел на штативик, мини-штативик наш. И потом бы не смогли прямые эфиры везти на кухне. Мышка, да. Знаете, какой косяк? Я не помню, почему мы эту мышку взяли, но в итоге она, короче, сейчас не работает. Сломалась. И смысл ее нести на рынок? Ее все равно не вернуть. Ну, в смысле, не обменяют. И деньги не вернут. Да, не надо было. Дешевые мышки, короче, лучше не покупать. И в фикс-прайсе, мне кажется, тоже смысла нет покупать. Ждать, пока туда мышки за 100 рублей привезут. Проще пойти и купить нормальную мышку. Там пусть она 300 рублей стоит, зато один раз. И вот ту мышку, которую мы с компьютером, с ноутом покупали, блин, 6 лет назад или сколько там, 7 лет назад, она до сих пор еще на компьютере стоит. На компьютере мышка новее была, она сломалась. Я отдал свою мышку от ноута, и она до сих пор работает. То есть она работала 6 лет у меня на ноуте. Я постоянно ее использовал. То есть тачпадом вот этим я мало вообще работал. Я только мышкой работал. Когда учился, когда дипломы себе писал, когда даже играл, когда ноут еще тянул все эти игры. Контру играл. А вы представляете, сколько раз там надо нажимать? В дотку играл. Это просто вообще капец. Там столько всего с этой мышкой делал. В итоге, короче, она до сих пор живет. Нормально работает, функционирует. Вообще никаких нареканий нет. Простая мышка. Будь здорова! В комментариях надо писать бустарку. Я сейчас, короче, телефон ставлю на зарядку, забираю ноут, и мы смотрим этот. Шрак 2. Я его вчера скачал, хотел вчера посмотреть, но я вчера монтировал долго слишком. Вот. Алия, ты меня любишь? Люблю. Как любишь? Сильно люблю. Сильно как любишь? Очень сильно. Очень сильно как любишь? Я люблю. Любишь, Кай? Алия делает ноготи. И я вставил до этого видео, видео с нашего инстаграма. Зачем я это вставил? Просто я решил посмотреть, когда мы начали все-таки вести вот именно влоги, да? Был это вроде 8 марта. Я уже число забыл. Короче, мы год уже как блогеры, видимо, потому что с инстаграма у нас все так уж узнавать началось. В перископе все-таки было все не так уж и... Ну, не так все явно. А вот именно в инстаграме мы начали прям ежедневные влоги. Прям каждый день записывали и все такое. Вот. И помимо влогов мы записывали там всякие интересные видюшки. Так что вот одно из них, которое было предыдущими. И мне кажется, оно прям... Ну, я его, конечно, немножко доработал. Мне кажется, оно прям вообще супер смешное. Вот. Как-то так. Ребят, вот и подошел к концу наш сегодняшний день. Сзади у нас мигает гирлянда. Да, мы ее не убрали, и поэтому мы ее включили. Или я ее включил? Я думал, ты ее выключил уже. Нет, она все еще мигает. Я уже успел за это время сходить в душ, и мы приготовили пельмени. Ну, они же там не быстро готовятся. В принципе, мы вам не стали уж показывать, что там не особо интересно, наверное. Вот. И все это время мы посмотрели второго Шрека. Шрек 2. Потом Алия... Я начала делать ногти. Помните, я вам рассказывала про пудру, которая типа делает... Сейчас покажу. Полотенчик. Вот, тут написано то, что он делает зеркальный, как бы типа втирка. Но по правде это нифига не втирка. Он просто дает оттенок красного. Я не знаю, как это показать. Здесь не видно. Я не знаю, на свет может. Ну, такой какой-то... Вон, они вроде блестят. Да, блестят, но не прям так зеркально, как хотелось бы. Это же фикс пресс. Ну, вот, короче, как-то так. Так, пока Алия занимался своими ногтями, я тоже постриг ногти. И потом я лежал, смотрел Ютубчик. Вот, так вот у нас вечер и прошел. Быстренько. Сейчас время уже полодиннадцатого, и... Я буду доделать вторую руку. Да, я сейчас начну монтировать влог сегодняшний. Надеюсь, вчерашний влог вам понравился. Надеюсь, сегодняшний влог вам тоже понравился. Хотя сегодня движухи намного меньше, чем вчера. Да? Да. Все это не Ильнур-болтушка, только и все. Надеюсь, что видео, которое мне сейчас кинет Алия, будут нормального качества, с нормальным звуком. Надеюсь. Вот, так что всем большое спасибо за просмотр. Обязательно оценивайте наши видео. Ставьте лайки, либо дизлайки. Что-то на ваш вкус предпочтительнее. Спасибо за просмотр. И всем пока! До свидания! Пока! 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 Продолжение следует...